Привет, здравствуйте. Вот сегодня копался в архиве старых видео и обнаружили некоторые кадры, которые я снимал в Патуме в прошлом году. Там мы были в 2018 году, в начале сентября. И вот решил сделать маленькое видео про цены Патумы. Вначале хочу сказать, что я давно не был в Патуме, и все, что там происходит, меня удивил. Куда ни взгляни, везде новостройки. Короче, маленький Дубай. Да, до Дубая еще далеко, но это в переносном смысле. Люди строят и обновляют город. В этом году черноморский город Патуме стал победителем премии World Travel Awards, которую называют туристическим Оскаром. Город удостоен наградой в номинации «Лучше» в быстро развивающееся туристическое направление Европы. Знаю, многие хихикают, что все про Батуми преувеличено. Подсмеивают, что не совсем так, как говорят. Но то, что там успели сделать всего за 8 лет, это невероятно. Вот смотрите карты гугла, что было в 2009 и что есть в 2019. Но чтобы приблизиться к нашей теме, хочу сказать, что мы ночевали вот тут, в этом апартаменте. На седьмом этаже. Вот с таким видом. Комфорт, чистота и тому подобное на высшем уровне. Жаль, что мне не сохранилось в кадре той квартире апартамента, но поверьте на слово. И строят эти апартаменты компании, которые потом продают или на сезон встают в аренду. Вот рекламный баннер одной из компании, где сказано, что примерно за 30 тысяч долларов любой желающий, даже из-за границы, может приобрести у них уже готовый однокомнатный апартамент со всеми удобствами. Где-то примерно на 60 метров квадратов. А что касается цены на аренду квартир, могу порекомендовать посмотреть ниже в описании по ссылке. Цены на сезон начинаются от 50 долларов за ночь и семья даже в составе с 4 членами свободно может переночевать. Чем выше ставка, тем выше комфорт. Ну и конечно можно найти более бюджетные варианты. Что касается цены на продукты. К сожалению, я не снимал все покупки. Но хорошо, что там наконец-то догадаться сделать это позже. Потом есть много маркетов, но есть самый большой маркет Карфур. И жаль, что внутри там не разрешают снимать видео. Если охрана увидит, в лучшем случае попросят не сниматься. Но и бывает хуже. Просто заставят удалить видео, которое вы сняли. Не знаю, почему так строго, но факт. Если кто знает почему, пожалуйста, пишите ваши варианты в комментариях. И вот что мы покупали на последние дни и сколько чего стоило. Вы будете удивлены. Если скромно тратиться, даже всего за 4 доллара может пообедать 4 человека. Правда, еще в холодильнике у нас был продукт, который раньше закупили. Но все-таки трудно поверить, что такое количество продуктов на 4 человека не хватит на обед и даже на ужин. Вот все, что мы купили. Лаваш, хлеб, две штуки. Копченое куриное мясо. Магна, голд, кетчук, слобода, тщем клубничный, пиво керцог. Копченое палочки с сульгуни. Напиток фанта. Всего за 10 долларов. Следующая покупка. Хлеб с сыром, сосиски, конфеты, печенье. Всего за 4 доллара. На обед однажды заходили в маленький ресторанчик и заказали 35 хинкали с газированными напитками. Заплатили около 13 долларов. Жаль, что кадры получились не в фокусе. Пило слишком темно. На следующий день на обед в маленьком кафе заказали 4 аджарские хачапуры с напитками и заплатили около 10 долларов. Аджарские хачапуры есть по разным ценам. 5, 7, 9 лари. Так вот, если скромно питаться, за неделю даже на человек 50 долларов достаточно. А если бюджет позволяет 500 долларов и больше можно потратить. Вот закончился мой маленький обзорчик про Батуми. Цены на жилье и питание. Оставьте, пожалуйста, лайк и подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok